Сначала о погоде морозы действительно придут. В настоящее время Брещино находится под влиянием циклона с центром над Латвией. Именно он принес ветрено-снежную погоду. Усиления ветра достигали 17 метров в секунду. До 9 миллиметров доходила высота снежных покровов. В ближайшие сутки циклон сместится севернее, однако расслабляться не стоит. Уже в пятницу холодные арктические воздушные массы принесут с собой резкое понижение температуры. Морозы резко усилятся. Осадков не ожидается в пятницу, в субботу. И температура воздуха в пятницу в течение суток минус 13, минус 18. В субботу температура воздуха ночью минус 13, минус 18, при прояснениях до минус 25. Днем минус 12, минус 17 градусов. В воскресенье местами кратковременный снег. И температура, скажем так, относительно немножечко послабеет. Морозы немножечко ослабеют. Ночью минус 11, минус 16, местами до минус 20. Днем минус 10, минус 15 градусов. Прогноз, вероятнее всего, обрадует любителей зимней рыбалки. Морозов они ждут больше остальных, ведь водоемы должно сковать льдом. Такое хобби само по себе даже похвально. Однако, стоит учесть рекомендации специалистов и не бежать за уловом по тонкому льду. Согласно правилам охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, запрещается выход на лед, пока его толщина не будет 7 сантиметров и более. Но это при условии хорошей морозной погоды. В наших условиях Брестской области такие погодные условия очень редки. И продолжительность холодного периода будет незначительна, поэтому лед будет очень опасен. Человек без специальной экипировки может продержаться в холодной воде порядка 5 минут. К сожалению, далеко не всегда этого времени хватает, чтобы кто-то успел прийти на помощь. К тому же, сам процесс спасения сопряжен с огромным риском для всех его участников. А потому рыбаки должны заранее максимально позаботиться о своей безопасности. Рыбак все-таки должен подумать о своей жизни. Для этого он должен иметь, во-первых, веревку не менее 20-25 метров. Так, одевай. Так. 20-25 метров. Для того, чтобы в случае опасности, если он провалился под лед, он мог кому-то кинуть этот конец веревки для его спасения. Для того, чтобы провалившийся рыбак мог некоторое время продержаться в воде, пока его не спасут, желательно ему иметь спасательный жилет. Каждый рыбак, в особенности тех, кто рыбачит вдали от спасателей, когда вся надежда только на него самого, должен иметь так называемые спасалки, которые помогут ему в случае необходимости провалившись в полыню выбраться на лед и уйти от опасного места. В стоке заводов и ферм береговая линия, заросли камыша и тростника, скопления снега – все это опасные места, которые стоит обойти стороной, даже если в целом лед на водоеме толще 7 сантиметров. И еще один важный момент. Нередко толщину льда любят проверять маленькие дети и подростки, которые не осознают все риски в полной мере. А потому, если вы стали свидетелем игры ребят на неокрепшем льду или у воды, не проходите мимо, проявите бдительность.